Пришло время подводить итоги самого интересного и жаркого турнира по хоккею этого сезона. Чемпионат по хоккею на Кубок города Конакова 2018 официально завершился в эти выходные. Интрига, кто же станет обладателем главного приза, держалась до последней минуты финальной игры. На месте главных спортивных событий побывала и наша съемочная группа. Ярким выступлением юно-фигуристки школы имени Ирины Родниной Дарьи Шевцовой открылось торжественное мероприятие, посвященное закрытию турнира по хоккею на Кубок города Конакова. Участников соревнований и зрители по традиции поприветствовали почетные гости памятного события. Хочу вам сказать, что сегодня среди нас не будет чемпиона. Чемпиона это мы, ваши зрители. Поэтому вам хорошее настроило, а мы будем, ваши пречерезы, мы будем бороться за вас все, победить сильнейших. Больше месяца, где все это турнир, кубка города Конакова. И сегодня две команды, которые победили во всех соревнованиях. Мы надеемся, что игроков будет честным и достойным. Победы вам! Удачи! Добрый вечер! Сегодня финал. Надеюсь, все будет честно. Поэтому победить сильнейших. Казалось бы, такого накала страстей на ледовой арене конаковские болельщики давно не видели. И это справедливо. На кону кубок города Конакова. В финальной игре за право быть лучшим в этом турнире боролись самые сильные команды. Молодая хоккейная команда «Кунлёд» и более опытные русские «Медведи». С первых минут «Медведи» заняли активную позицию, нападая на ворота соперника. Уже на третьей минуте первого периода Александр Марченко, нападающий русских «Медведей», забросил ворота противника первую шайбу. В упорной борьбе счет сравнял бомбардир команды «Кунлёд» Иван Федотов. Второй период матча также был непредсказуем. Игроки обеих команд сделали все, чтобы победа была за ними. Счет на табло не успевал сменяться, как в воротах опять шайба. Острые атаки, жесткая спортивная игра, казалось бы, начнет плавиться лед под такими хоккейными баталиями. Со счетом 5-5 закончился второй тайм. Третий период уже не был таким богатым на забитые галы. Однако, интересно, игрой мог насладиться каждый присутствующий зритель на матче. С равным счетом 6-6 закончился и последний период. Выяснить, какая команда все же овладеет Кубком города Конакова, позволила серия булитов, в результате которых со счетом 10-9 выиграла команда русских «Медведей». После матча состоялась торжественная церемония награждения. Третье место по итогам турнира заняла команда «Рублевка-69». Серебро, соответственно, у команды «Кон-Лед». А русские «Медведи» в очередной раз доказали свое преимущество перед противниками и достойно завоевали победу, собрав главный приз чемпионата. Лучшими игроками турнира стали вратарь русских «Медведей» Александр Мельников, защитник команды «Летучий пингвин» и Вадим Сычев. Полезным игроком был признан игрок команды «Корчевак» Алексей Белов. Лучшим нападающим стал Иван Федотов из команды «Кон-Лед». Лучший бомбардир – Андрей Туркин из команды «Рублевка-69». В номинации «Самый активный болельщик» стал Борис Романов, которому дали право вручить приз зрительских симпатий. Его вручили команде «Орион». Это далеко не последнее соревнование в сезоне, а значит, канаковские спортсмены еще смогут забросить пару медалей в копилку города.